Всем привет! Продолжаю свой влог, второй день, неделя влогов. Я в очках, потому что я умылась, но еще очень-очень сонная. И в общем, сижу в машине, жду Доминику, везу ее в школу. Капуха, в общем. Я хочу вам показать вот, что я вчера купила. Английский за рельем, первый уровень. И буду теперь вместо музыки слушать. Стоит 74 гривны. И внутри тут даже есть какая-то книжечка. Смотрите, у нее ее сумка с учебниками. Потом ватман с рисунком. Потом целый рюкзак с этим... С чем у тебя? С физкультурой. Боже, и чемодан с книгой. Нет, с этими красками. Я переезжаю в школу с красками. Прикольно. Вот, что я говорила. А, я говорила, что... Вот, да. Представьте, это она всю школу везет. Танцует. У нее такое красивое платье, я вам сейчас тоже покажу. Он такой в стиле... Такое пижамно-халатное. Очень классная бархат. Димит, день рождения. Вот, буквально на днях. А когда? Через два дня. Точно. И шарики я уже заказала. Тортик и кафе заказала. У нас будет в гостях только наша бабушка и семья Вязовых. Вот, с Софийкой. Потому что у нас больше никого нету по возрасту Демкиному. Ну, реально больше никого. Поэтому мы решили, что пригласим только вот, ну, как развлекать Демида, а не родителей, можно так сказать. Да, потому что если много пригласить гостей, то рассредоточится внимание на взрослых гостей. Надо будет им уделять, как бы, время. А мы хотим, чтобы мы уделяли время детям. А дети у нас только вот, Софийка у нас такого возраста. Поэтому у нас будет такой мини-праздник. И почему еще? Потому что Демка вот только закончил пить антибиотики. Он уже, конечно, не болеет, но все равно иммунитет ослаблен. Поэтому мы, как бы, вот осторожничаем. Ладно, у меня опять... У меня, понимаете, каждый влог начинается с какой-то болтологии. Я надеюсь, что вы, как бы, не против. Это такое вступление у меня затянутое. Ну, такой я вот болтливый блогер. Все. Везу Николичку в школу, отключаюсь и включусь в течение дня. А, покажу вам Нику, когда она выйдет из машины. Какая она у меня красотка. Все. Смотрите, какое. Мне очень нравится. Если я такое хочу... Класс вообще. С браслетиками. Конечно. Красотка. О, Нику маму снимает. У тебя печенька, да? Ведь, конечно. Нет, мы вчера купили кокосовую. Раз ты у меня уже начала снимать, хочу вам сказать о том, что у меня есть любимый спортивный костюм от Кабанчиков. Я прям обожаю его. И можно штаны надевать отдельно и кофту можно надевать отдельно. Поэтому я очень люблю миксовать кофту с джинсами и с телефонами, короче. Очень так удобно, но при этом очень классно. Хару снимать, давай ешь. Я сейчас нахожусь на заправке, вот сзади газ заправляла. У меня бак на 45 литров. Каждый раз заправляют 47, 48, сейчас 46. И я заправщику говорю, парадокс. Бак на 45 заправляют на 2, 3, 4 литра больше, чем... Куда он помещается? Он говорит, так подойдите, пусть вам просчет сделают. Я говорю, да ладно. Так вот, читала я пост в фейсбуке о том, что у многих так. То есть заливают больше, чем в принципе в баке есть. И таким образом заправки, или я не знаю, как они там зарабатывают. Ну как, я понимаю, как они зарабатывают, потому что сейчас это обсуждать не хочу. И мне сейчас этот заправщик говорит, так подойдите, пусть вам пересчет сделают. Я вот так подумала, подходить, буду делать пересчет, терять время. Перелили всего лишь на 1 литр. Ну иногда на 2, на 3. Сейчас я была на заправке Кло. Про Око я вообще молчу. Там у меня залазит 50 литров. Ну, в общем, каждый зарабатывает, наверное, как может. Я заправилась, ура. Я езжу на газоне, на бензине. Как я раньше ездила на бензине? У меня просто, вот я сейчас заправила полный бак, у меня 800 гривен получилось. Ну, в общей сложности, там, 780 чем-то. И теперь я буду ездить, ну, зависит от того, на какие расстояния, но сама суть гораздо экономней. Я у вас когда-то давно спрашивала, девочки, кто ездит на газу, типа, ну, как? Теперь я понимаю, как, и я понимаю, почему вы мне говорили, ты что, до сих пор не на газу? Да, на бензине ездить очень дорого. Кто ездит на бензине? Напишите. Так, все, я опять закругляюсь, потому что я опять болтаю. Что такое? Что я такой болту? Оходка для шпиона. Все, буду вам дальше снимать что-то. Но я, правда, сейчас еду домой, я буду работать, особо не поснимаешь. Мама займется Демкой, вот, поэтому, я не знаю, уже сниму после обеда вам что-то, или, может быть, Дема что-то будет чудить, и я буду снимать. Так что оставайтесь со мной. Загружаю видео на канал. Дема кромсает наклейки. Не так вырезать. Как я тебя учила вырезать? Вот так? Вот так? Нет, как ты ножницы должен держать? Ты неправильно держишь, давайте я покажу. Все, я отключаюсь, сейчас я ему покажу, и дальше буду монтировать и загружать видео на канал. Мама, смотри. Продолжаю свой влог. Никулю забрала. Мы вышли с поликлиники. Идем, отойди, их машины не везут. Да, вот так. Вышли с поликлиники, уйдем, и не очень хорошие анализы. Нам сказали, что вируса нет, это что-то бактериальное, и надо малого отпаивать. Дема, осторожно. Я не волчилась. Надо малого отпаивать, поэтому я зашла в аптеку, купила вон дофига регидрона. Но на самом деле отпаивать надо хуманно. Я регидрон купила просто, чтобы дома был, потому что она закончилась. За таксил и все такое. Вот. Ой, дети, дети. Она наталкивает меня от тебя. Осторожно. Не надо. Ника, моя дочечка, такая же, как и ты, мой сыночек. И сдавать анализы теперь через 7 дней. То есть мы сравним эти анализы и те, которые сдадим через неделю. Поэтому будем сейчас отпаивать малого. И сварю сейчас компот ему из сухофруктов. Все. Едем домой. Дома показываю вам, что я купила в коробочке мейкапа. Или зачем ждать дома. Я вам сейчас покажу. Опа. Я быстренько. Ника уже скривилась. Ой, Ника, твоя любимая. А что это такое? Это не. Даже это завернули. Бумажечку тоже завернули. Это что-то не для продажи рекламная брошюра. Нафига. Это мне. На, тебе, тебе. Смотрите. Здесь у меня два продукта. Это по отзывам. Я не пробовала. Я сейчас купила то, что пробовала, и то, что не пробовала. Вот это я не пробовала. Это, получается, крем. Он для рук, для тела, для ног, для лица, для всего. Но, можно сказать, точечно. Почему? Это универсальный восстанавливающий регенерирующий. 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 Моя ты девочка. Маму. Регенерирующий. Маму. Капец. Это что, надо было забыть. Больше битцебр. Больше битцебр. Больше битцебр-то полуцебр-то на маленькой пылуцебр-ня-то было себе макитра-то полу-макитра. Ладно. Регенерирующий. хорошо и девочки его очень хвалили но я там на сайте прочла хватит говорит девочки на сайте но я отзывы читала очень хвалили этот крем и его можно использовать для деток с трех лет ну вообще как бы косметика микса она идет ну как бы семейная поэтому поэтому классно тут есть и бэбонтенол и глицерин и тут написано что для лица для тела для рук прикольно буду пробовать также еще один крем он увлажняющий для чувствительной и очень сухой кожи это я начала запасаться можешь сказать да зима впереди холодно начала запасаться потому что мнение вас и пока подожди 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 я тоже хочу пощелкать нервы вот это вот у меня крем этот был и он не очень нравится прикольно это питательный так живильный питательный крем для очень сухой кожи очень классный поэтому тоже не что еще это я вам рассказала пока а и вот любим любимка моя прям любимка любимка это вот восстанавливающий для чувствительной кожи тела которая страдает от сухости помогите ладно девочки закрепляйся то что это просто кадр помогите мама хватит свои банки показать все едем 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 малыш все 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 девочки я я вам показала теперь уже просто будем дома я сегодня уже никуда не поеду зайчик прости я не приняла я не видела прошу ты сегодня буду монтировать видео поэтому как бы мы будем по домашнему по домашнему я не знаю буду я что-то еще снимать или нет может у меня какие-то такие влоги ежедневные не совсем такие как у других потому что я смотрела ежедневные влоги других блогеров там вплоть до того как чистят люди зубы но мне это не как-то не по приколу наверное все таки это снимать поэтому я этот влог закончу на на этом этапе вот это второй день завтра будет 3 поэтому если вам интересно то конечно же смотрите меня завтра девочки это ps совет если вам надо чтобы ребенок тихонечко посидела вы занялись своими делами дайте ему пожалуйста упаковочную пленку будет сидеть и клацать я с ним разговариваю даже не реагирует на меня он сидит клацает тебе нравится что демка тебе нравится дем тебе нравится да да все он теперь точно пока пока